Слава Богу, братья и сестры! Жив наш Господь! Аминь! Знаете, интересно, как Господь ведет служение, если вы послушаете с пятницы, я думаю, я бы в воскресенье не был тогда. Мы в воскресенье были, пролетели, но в прошлое воскресенье мы не были с Майклом, мы были в Юкатане. То назад, когда летели, знаете, мы тоже много беседовали. А тема, которую я хотел говорить, я вам скажу, правда, это не то, что случилось в четверг, если кто следит за ситуацией в стране. Эта тема у меня родилась, может быть, недели три назад, и я уже с ней давно хожу и молюсь за нее, переживаю. Знаете, Господь так побуждает насчет эту тему. Я думаю, я немножко затрону то, что и произошло в четверг в стране, но суть того, что тема эта была не рождена в четверг, и я ее уже давно носил, я эту тему буду базироваться на Матфея 2 главе, Матфея 2 глава, с 1 по 12 стих. Если можно, давайте откроем, это Matthew chapter 2, verse 1 through 12. Я думаю, мы многие тут знаем это местописание, часто мы его слышим на рождественское, конечно, когда Рождество. Мы часто слушаем, читаем и размышляем, как Иисус Христос пришел в этот мир, воплотился в форме человека и обитал среди нас. Я хотел бы прочитать начало Матфея, это будет 2 глава, 1 стих и ниже. Когда же Иисус родился в Ефлееме Иудейской, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока, говоря, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод стревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников, книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему в Ефлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Ефлеем, земля Иудея, ничем не меньше воеводств Иудяных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов от них время появления звезды, и послал их в Ефлеем, сказал им, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите мне, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они выслушали царя, пошли. Все звезда, которую видели они, на востоке шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же эту звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с матерью Марию, матерью ее, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, лада и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Мы остановимся на этом стихе. Интересное местописание, я думаю, мы будем рассуждать о каждом категории, в которой написано человека. Я, знаете, его заглавил свою тему. Важность не пропустить. Important is not to miss. Интересная есть такая история, правда, что Джон Харпер, если вы знаете, это был Scottish preacher. Он поехал своей дочкой на Титаник, на плыв в Титанике. Когда Титаник начал тонуть, его шестилетная дочка, он ее посадил в спасательную шлюпку, и сам этот Джон Харпер начал плавать, подплывать к каждому человеку и говорить о Христе. Когда тонул Титаник, он подплывал, чем больше людям рассказывает им благую весть о Христе. Однажды он подплыл к одному человеку и начал говорить о Христе. Этот человек не хотел слышать и отплыл от него дальше. Схватился за корягу и начал держаться. Джон Хапкинс подплыл к одному, потом к другому, потом вернулся же к этому человеку, который еле держался за эту корягу, предложил свой спасательный жакет и говоря ему о Христе. В конце концов, Джон Хапкинс умер от холодной воды, это по-русски как это? Перехлаждение, да? Перехлаждение, и он умер. Но когда он тонул, он кричал, он кричал такие слова, «Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shall be saved». Он кричал, «Веруйте в Господа Иисуса Христа и будьте спасены». Интересная история, этот человек, он использовал тот момент, который Господь дал ему, чтобы благовествовать в такой ситуации. Первый брат, который говорил, я записывал в Баралн-Ноутс, я себе фразу подчеркнул последнюю, в которой он говорит, Бог будет продолжать говорить и используя, будет продолжать sharing the gospel, свою благую весу распространять по всей земле. Но буду ли я involved in his work? Буду ли я задействован в его работе? Да, он будет использовать. Знаете, вот здесь мы видим историю этого Джона, да? Может быть, кто-то другой бы задействован. Но он, Джон, отзазвался, чтобы идти и нести Слово Господне. Как первый брат уже говорил, чтобы мы были готовы. Я бы хотел немножко теперь посмотреть на приход Иисуса Христа в первый раз. Мы видим, когда он в первый раз приходил, и он же и придет второй раз. И знаете, как в первый раз было много неверия, так и будет и второй раз. Многие люди будут не верить. И смотрите, что интересно, исторический, как бы такой маленький эпизод. Эти мудрецы, они вообще, кто эти были? Если правильно слово перевести из греческого, это были астрономы. Они смотрелись, изучали, их считали как pagans, как gentiles, язычники. Их считали язычниками. Но история говорит, что они, язычники, слышали примерно 600 лет, вот эти люди, 600 лет до рождения Иисуса Христа, от Даниила. Когда Даниил написал в своем послании, говорил о пришествии Христа, то эти язычники, они изучали книги Даниила, потому что они считались священными книгами, и они нашли в книге Даниила, что должен родиться царь иудейский. Часто у нас есть такое представление, что эти три каких-то мудреца пришли. Ну, по-настоящему там был большой караван. И большой караван, когда пришел в этот Иерусалим, когда пришли к Аникироду, Иерусалим сразу встревожился, здесь делегация пришла. Делегация пришла с других стран. Что здесь такое? Он созвал других мудрых людей. Мы знаем этих фарисеев и люди, которые изучали закон и святые книги. И они спокойно отвечают, без всяких затруднений, где должен родиться царь иудейский. То еврейское предсказание, или как еврейское пророчество, которое написано в псалтрях, которое записано так само, мы видим, в Исаии, что придут из восточных стран, тебе цари поклонятся. Мы видим, исполняется здесь, что эти маги, или вот эти люди, мы их называем мудрецы, они приходят, чтобы поклониться Иисусу Христу. Поэтому еврейское пророческое предсказание исполняется в этом, что Господь, который говорил, что к нему придут. И история как-то говорит, что они большинство были арабы, вот эти мудрецы, которые пришли с этих стран. Какая ситуация была в той местности Ирод, он правил, мы знаем тогда, над евреями. Но он был, как я в прошлый раз говорил, в одной из проповедей, что он был самолюбивец, он на себя угождать любил себе, был сугубо зафокусирован только на себя. И когда он услышал, что рождается другой царь, он сильно встревожился, потому что он никак не хотел потерять свою власть. Знаете, власть, чтобы кто-то возьмет его жизнь и будет править над его царством. То, прочитав эту историю, что мы можем поучиться? Я разбил так, на три категории. Первый я взял мудрецов, второго царя и третьего фарисеев. Что мы можем для себя от них поучиться? Первое, мы можем уроки поучиться от мудрецов. Мы видим, что они искали, они искали этого мессию, они изучали эти книги. Да, казалось бы, эти люди не были евреями, они не были набожными, может быть, но они, как история говорит, они были язычники. Но они читали святые книги, изучали. И там, интересно, есть местописание. Эти люди, знаете, они мудрецы, пришли поклониться ему. Если мы посмотрим, Еремия написана в 29 главе, 13 стихе. В Еремии, 29 глава, 13, Jeremiah 29, 13. Написано, Здесь можно картину нарисовать эти мудрецы. Можно так сказать, они искали Господа всем сердцем своим. Урок первый, который мы можем поучиться и понять, что необходимо и сугубо важно для каждого из нас, искать Бога всем сердцем. Теперь давайте посмотрим состояние Ирода, того, может быть, так сказать, самолюбивца. Он был царь непростой, он был даже wicked king. Он был очень плохой царь. И смотрите, как он реагирует на приход царя. Он держался за свою скамейку, можно так сказать, держался за свою позицию. Он боялся, что какой-то другой царь придет на его трон и сдвинет его. И хорошее местописание характерирует, может быть, состояние Ирода или позицию его. Если мы откроем 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Это будет 2 Коринфянам 4, 4. И там написано так. Бог века сего. Бог века сего, это говорится, подразумевается, сатана. Можно так сказать, сатана или сатана века сего. Ослепил умы неверующих, чтобы им не просеял свет благовестия о слове Христа, который есть образ Божий. Здесь говорится другими слова. Бог века сего. Сатана закрыл их глаза, потому что он не хочет, чтобы в их сердце был другой царь. Чтобы они смотрели на себя, смотрели на свои похоти, свои желания. И мы здесь видим 2 Коринфянам. Павел, когда говорит, обращается к коринфянской церкви, он показывает, что как нужно быть внимательным, чтобы Бог века сего не закрыл наши глаза, чтобы благая весть, оно могло культивировать в наших сердцах. Очень важно, чтобы слово Господне, оно сняло духовную, может быть, слепоту, которое было, можно так сказать, было у Ирода. Это второй урок, который мы можем поучиться. Третий урок, который можно поучиться от фарисеев. Можно так сказать, что можно поучиться от них. Что интересно, они сразу ответили, где должен родиться царь. Я себе такую заметку сделал, что, можно так сказать, фарисеи имели знания. Они знали все. Можно так сказать, изучая книги, они без затруднения ответили царю, когда нужно было в критический момент царю помощь. Он отвечает, они отвечают, помогают, казалось бы, хорошие люди. Но мысль там такова. Иметь знания без личного взаимоотношения с Богом – это все напрасно. Иметь знания без личного взаимоотношения с Богом – это все напрасно. Как мы слышали, вера без дел мертва. И интересно, что Писание говорит, это можно прочитать, Луки 12, 48. Луки 12, 48. Там написано так. От каждого же, кому много данно, много потребуется, и кому много поручено, больше спросится у него. For everyone who has been given much, much will be demanded. And from one who has been entrusted with much, must, much more will be asked. Смотрите, фарисеям было доверено очень много. Они знали закон, они изучали. Но с них был большой спрос. Но интересно, они пропускают приход Иисуса Христа, первый приход Иисуса Христа. Если мы посмотрим потом Иакова, смотрите, Иаков пишет, что там интересно. Иакова 2, глава 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я прочитаю опять. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. For as the body without a spirit is dead, so the faith without works is dead also. Смотрите, главный пункт в этом месте. Фарисеи, они имели знания. Они имели, как бы сказать, веру, но без дел. Как важно, чтобы наша вера, оно имело дела, чтобы мы могли показать свою веру на делах. Теперь, может, я хотел перейти на вторую часть. Очень важно не пропустить приход второй Иисуса Христа. Знаете, самый главный в человеческой, можно сказать, истории, или вообще во всех человечестве, главный самый event, как по-русски это будет, event, событие, это будет приход Иисуса Христа второй раз. Первый раз уже был, а теперь второй, самое главное будет событие, это приход Иисуса Христа. К сожалению, как и в первом приходе Иисуса Христа, многие пропустили. Может, если будем читать первое, второе послание, третье послание Диане, помните, когда Петр выходит, обращается к людям, свидетельствует им, и говорит, братья, вы же распяли его, и они говорят, а что же нам тогда делать, когда они каятся уже люди? Он им обращается, я понимаю, что вы это делали, потому что не по незнанию вашему, я это понимаю, говорит, сейчас вам нужно покаяться. И Петр убеждает их, чтобы они покаялись. Тогда и них открываются глаза, и они каятся. Это было тогда. Хорошо, что это им было чем-то сравнить резко. А сейчас? А сейчас вот приходит Господа Христа. Многие люди, они, как и в то время, пропустят приход Иисуса Христа. И как важно, чтобы мы не пропустили. И написано, что Иисус Христос, Он придет назад. Он сказал, как я первый раз пришел, так и я приду второй раз. Читаем, это Иоанна. Иисус придет назад. Иоанна будет 14 глава, 3 стих. Это John 14, 3. И когда я пойду, приготовлю вам место, то приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где Я. И если я пойду и приготовлю место для вас, я вернусь и возьму вас, чтобы быть с вами, чтобы вы также можете быть где я. Бог говорит, что Он придет, приготовит место, возьмет наш, чтобы мы были там, где Он. Смотрите, интересная мысль, что Иисус говорит, что Он опять придет за Своими учениками. Ты и Я, мы должны быть готовы к приходу Иисуса Христа. Знаете, вот как этот человек на Титанике, да? Титаник начал тонуть, что он сделал? Он не прыгнул в спасательную лодку и с дочкой не начал плывать. Он начал подплывать и каждому говорить, благоветствовать о спасении, что Господь покайтесь, ибо ваша встреча придет близко с Ним. Как мы пропели песню, что надеюсь, что это так будет, что мы с радостью предстанем пред троном Господним. With a great joy, we will meet Him at His throne. Каждый из нас, как мы слышали в пятницу, предстанет предсудилищем Господним. Но с каким сердцем ты и я предстанем? Здесь Господь нам говорит, что Он придет, хочешь ты или не хочешь. Ждешь ты Его прихода или не ждешь. Он сказал, я приду за вами. И знаете, Он говорит, чтобы мы были готовы, приготовьтесь. И Матфея 24 глава, Matthew 24, 42. Приготовьтесь, говорит, be prepared. И там написано так, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня и не знаете часа, в который придет Сын Человеческий. Therefore, keep watch, because you do not know the day your Lord will come. Будьте готовы, быть готовым, братья и сестры, чтобы не пропустить. Фарисеи, интересно, они знали все, но они пропустили. Они все знали и пропустили. Ирод, он услышал эту благую вещь, что царь Иудейский родился, который пришел избавить человечество от грехов. Но его, Сатана, ослепил, его Бог, кто он стал? Я, Бог. Selfishness. Сам возлюбил себя больше, чем что, и жизнь свою. Помните, Иисус говорит, кто хочет спасти свою жизнь, то он ее потеряет. А кто потеряет ради меня, тот ее сохранит. Ирод сохранил свою жизнь ради себя. И он ее потерял. Но если ты и я потеряем ради Христа, то мы обретем эту жизнь. И вот здесь в Писании Иисус говорит, и так бодрости, потому что мы не знаем, в какой час придет Сын Человеческий. А здесь что интересно, Господь призывает своих учеников жить всегда anticipation on waiting of Christ's return. В ожидании активном. В ожидании активном, что Он придет за нами. Я уверен, каждый из вас, когда у вас есть билет, что вы куда-то вылетаете, то день до этого вы уже в ожидании выходите, проверяете свой suitcase, чтобы там все было, бумаги, документы. Ходите, может быть, морально думаете. Вы переживаете, чтобы не пропустить окно вашего отлета. Вы готовы. Вы переживаете, чтобы не пропустить. Вот здесь нам и говорит так. Потом 1 Фессалоникийцам в ожидании. Смотрите, что интересно. 1 Фессалоникийцам 5, 2. 1 Thessalonians 5, 2. И написано так. Ибо вы сами отлично знаете, что день Господень придет, как тать, ночью. For you know very well that day of the Lord will come like a thief at night. Смотрите, в Фессалоникий была проблема. Церковь пала в панику. Павел пишет им письмо. Их поддерживают. Не падайте в панику. Потому что им были такие слухи, что Бог уже пришел, Иисус Христос. Было невидимое пришествие Христа. Он говорит, подождите, не переживайте. Пришествие будет так явно, что вы будете знать. Но оно придет так невзапно, что как вор ночью. Он их вдохновляет и поощряет. Не опускайте руки. Знайте, что это случится, и вы точно не пропустите его. Вы увидите. И здесь он пишет, Павел отбодряет, чтобы очень важно, чтобы мы были духовно готовы жить каждый день в ожидании Иисуса Христа в любой момент. В ожидании Иисуса Христа в любой момент. Я не знаю, сегодня, конечно, у нас такого нету, но представьте, раньше, когда телефонов не было, только была вот эта, как ее по-русски, телеграмма. Да, вот телеграмма приходит, вот мы к вам приедем в гости в субботу, а минуты нет и часов нет. Вот ты ходишь, уже с утра убрал дом, думаешь, ну когда-то же придут люди, в любой момент надо, чтобы все наготовлено, борщ был теплый, и ты ходишь в ожидании. Конечно, сегодня от тебя едут, так, текст-месседж, пять минут до доезда, мы будем у тебя. А представьте, если электричества нету, например, интернета нету, не могут текстануть, ты уже ходишь, ну что-то не то, вот как же мне знать, какое время придет. А здесь, говорится, он придет в любое время, ожидании. И смотрите, как важно, чтобы мы имели правильное сердце. И мысль, какую я хотел бы мыть, нам быть очень осторожны, не быть безразличными, как были те фарисеи в то время в Иисуса Христа. Они были безразличны. Смотрите, они знали закон, они знали предшествие, они даже помогли царю разобраться в его переживании, в его тревоге. Они его успокоили. Говорят, да, да, царь, все правильно, они пришли, этот караван, они не пришли тебя захвачивать. Они пришли поклониться другому царю, не переживай, в законе такое есть написано. Царь тогда понял, что эти люди все знают. Но смотрите, история говорит, что шесть миль, где эти, и шли wise men, мудрецы, это шесть миль было того места, где они имели консулярием, где диалог был. Почему бы этим фарисеям не пройти шесть миль и не посмотреть рождение первого, когда пришел сам Иисус Христос, царя? Они были busy. Кто-то был на зарплате, it's off my clock, sorry king, ты меня побеспокоил, у меня был dinner night, или у меня был какой-то entertainment night, или vacation, ты меня позвал в неудобное время. Я не знаю причины них, я просто говорю, но интересно, они пропустили приход Господа Иисуса Христа. Смотрите, Иаков нам предупреждает, чтобы мы не были похожи на фарисеев, которые были безразличны. Это будет James chapter 2, это verse 19 and 20. Иакова, 2 глава, 19 по 20 стих. Ты веришь, что есть один Бог, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут, но хочешь ли знать, четна ли вера твоя без дел? В английском написано, you believe there is one God? Good! Even demons believe in that. And Shutter, you foolish people, do you want evidence of the faith without deeds? It is useless. Другими словами, он говорит, что Иаков говорит, смотрите, как эти фарисеи, да, они веровали. Демоны верят тоже. Фарисеи, они изучали слово, они говорили, что мы дети Авраама, мы наследники того обетования, все эти пророческие предсказания не для нас, не для язычников, а здесь язычники оперегают их поклониться царю. Не они, язычники, братья и сестры, какие уроки мы можем получить сегодня? Порою мы смотрим на других людей, но они могут опередить нас в поклонении живому Богу, в последствии за Ним. Они себя чувствовали спокойно, что они дети Авраамова, они получили все наследие от Господа, пришли, помогли царю, разобраться в его тревоге, пошли назад. Но здесь, мы видим, язычники идут и поклоняются Богу. Другими словами, можно сказать, что мудрый человек, он будет искать Господа и будет поклоняться Ему и жить в ожидании прихода Его. И здесь мы видим, что нам Слово Божие показывает, чтобы мы не попали в ту ситуацию, что мы верим, но у нас нету веры в бездействие. Демоны верят. Как мы их, говорю, вы здесь прочитали, что вы верите, что Бог есть один, хорошо вы делаете, и бесы верят, и трепещут. Но, говорит, хотите знать, что вера без дела это мертва? Нету, если последствия, если так сказать, И Иаков дает вызов читателям и демонстрацию, говорит, что покажите свою веру, покажите веру без своих дел. Если вы покажите свою веру без дела, она ничего, но если вы покажите свою веру с делами, это последствия, это последствия твоего уверения в Боге. И что интересно, давайте посмотрим теперь на политического этого лидера, Ирода. Другой момент тоже, что нужно нам видеть, это будет Филиппийцам, 2 глава, 10-11 стих. Это Филиппийцам, 2-10 стих по 11. Чтобы во имя Иисуса преклониться всякое колено небесных, и земных, и преисподних, и всякий язык исповедовать, что Иисус Христос есть Господь для славы Бога Отца. And it says, that at the name of Jesus every knee shall bow, in heaven and earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is the Lord, the glory of God, the Father. Видим, как этот царь Ирод, он не пошел, не преклонился, он никогда свое сердце не отдал Богу. Он был, смотрел на себя, он боялся, что кто-то возьмет в правлении его жизнь. Но здесь говорит, что каждый преклонится пред Господом, каждое колено, каждый язык. Пришествие Иисуса Христа второй раз, оно заставит каждого царя, каждого человека склониться. Если ты царь своей жизни сам, запомни, придет момент, уже Христос превратит не как спаситель, а как грозный судья. И ты и я, мы все преклонимся пред Ним, хочешь ты или не хочешь. И Слово Господне призывает, чтобы мы имели здравое мышление, чтобы мы не оказались, как этот царь Ирод, который имел неправильное положение в сердце своем. Мы будем сейчас подходить к заключению, я бы хотел немного еще посмотреть, смотрите, мудрые эти люди, они пришли, искали Его, поклонились Ему всем сердцем. Как я уже прочитал, Матфея 6, 33 стих, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Вот эти мудрецы, люди, это мудрые люди, которые ищут первого Господа Иисуса Христа. Они не пропустят пришествие Господа Иисуса Христа. Они могут смотреть и наблюдать. Человек, который мудрый в Господе, он может находить покой в самой тяжелой ситуации жизни. Знаете, наш Иисус Христос, Он ходит по воде, да, мы знаем историю, Он пошел по воде, ну, это так, говорит, если так. В духовном мире, даже вот когда буря в духовном мире, Он может идти над бурей, по буре, Ему буря ничего. Но для нас можно переживание. Но здесь, говорит, Иисус призывает наш мудрый человек, Он первый ищет Царство Божие. И даже когда все будет случаться, трудности в Его жизни, Он будет иметь покой в Господе. В заключении мы можем увидеть, как я сказал, мудрецов, ирода, фарисеев. Они нам напоминают сегодня, как очень важно наблюдать на вторым пришествием. Как мы, верующие, признаны, чтобы быть мудрецами и искать Царствие Господнего. Чтобы наше сердце, оно не ожесточилось и не было гордым, как было сердце Ирода. Чтобы мы не были без действия веры, как были фарисеи. Но чтобы у нас была вера в действии, чтобы поистину мы культивировали в своем сердце почву, где Господь может использовать нас на Его Ниве. Как первый брат говорил, будешь ли ты использованным Богом, или Он будет кого-то другого использовать. Хотите вы, не хотите. Царствие Господне, Слово Господне будет проповедано по всему лицу земли. И, знаете, разницу между человеком, который был в ситуации и который наблюдал ситуацию. Мы каждый день, может быть, слышим новости, да? Вот когда там стоит репортер, он делает announcement report. Мы знаем, что это репортер. Мы знаем, что он пошел, изучил, и он рассказывает эту информацию. Но вы по-другому видите того человека, который берет интервью, который там был. У него совсем другой спич, у него совсем другая интонация, он рассказывает совсем другое пережитое. В христианстве мы можем видеть, как фарисеи. Они все знали, они были репортеры. Они все прочитали, знали, без проблем, доложили и ушли. Но, с другой стороны, мудрецы, когда они пришли и поклонились, и интересно, что когда они поклонились во сне, Бог говорит им, вернитесь с другой пути. Он сохраняет, он не дает царю надсмеяться, чтобы царство Божие и миссия Господня исполнилась в Христе. Господь будет соблюдать мудрецов, мудрых людей, которые боятся и ищут Господа. Он будет их сохранять. Суть такова. Помните, Иисус Христос говорит, я уже прочитал, когда я говорю, пойду к Отцу, я приготовлю вам место. Он говорит, да не смущается сердце ваше, верите в Меня? И что? И вы Отца Моего. Да не смущается сердце, не бойтесь. Он говорит, я приготовлю вам место. У Отца Моего много обители, а если нет, я даже приготовлю вам место. Братья и сестры, мы живем в очень интересные времена, где время быстро меняется. Человек без Бога, он человек, который сам имеет большую панику. Он легко попасть. На каком основании ты и я строим? Ждем ли мы прихода Господа Иисуса Христа? Если мы будем мудрецами, то мы будем исследовать и смотреть на теми признаками, которые он говорит, что я приду за своими братьями и сестрами. Я приду за вами и возьму вас к себе, чтобы мы не пропустили приход Господа Иисуса Христа. Если вы знаете, в четверг произошло в Америке один из 16 больших банков в Америке, он попал в банкрот. Это началось в четверг, в пятницу. Я вчера, когда зашел, я читал, приготовился, думаю, прочитаю, что произошло там дальше. И я читал одну историю одной женщины, что случилось буквально с ними. У них семейный маленький был бизнес. Этот банк полностью аннулировался. Люди пришли в банк, там их денег нет. И эта семья пишет, на Твиттере выставила свою историю. У них пятеро детей, маленький бизнес, и у них был счет в этом банке. И у них 15 рабочих было. Она говорит, мы встали это утро, и когда мы должны были заплатить зарплату своим рабочим, мы посмотрели на аккаунт, а там денег нет. Все наши 250 тысяч, которые были в сбережении, они аннулировались. Мой, говорит, муж хотел пойти покончить в тот момент самоубийством. Пять детей, нечем платить зарплату, нечем платить рабочим. Я когда читал, я подумал, представьте, люди, которые без Бога, маленькое такое волнение в финансовой индустрии. Твое сбережение теряется от тебя. Человек не знает, как это перенести эмоционально. Он не знает, как это с тобой проработать, как Ирод стревожился. Что же делать? На мое царство кто-то пытается сесть в место. Что мне делать? Как мне найти этого? И убрать, чтобы этого не было. Или ты будешь, как тот мудрец, ищешь поклониться твоему царю. Вот здесь будет, дорогие братья и сестры, тяжелые времена, когда мы, человечество, будем встречаться. Каким сердцем ты и я встретимся? Бог не раз однократно говорит, что будет тяжело, будут измены. Как мы готовы ли к этому? Знаете, часто мы будем разведить руки, или мы скажем, Господи, ты с нами, и проведешь нас. И интересно, может быть, многие из нас, сестры, знают, есть такой веб-сайт Etsy, где продают вещи. Одна сестра пишет, одна женщина, она верующая, поставила тоже, говорит, пошла она утром купить продукты. Гертя скупилась продукты, и говорит, у нас с мужем был бизнес, где мы продавали на этом веб-сайте все свои, как бы, вещи, которые они делали. И говорит, когда мы должны были получить зарплату от Etsy в тот день, но нам приходит имейл после, говорит, что сегодня, извините, вы не получите зарплату, потому что наш аккаунт был в том банке, и у того банка в денег нету. И та женщина пишет, если бы мы только знали, что это случится, мы бы не тратили бы в месяц эти деньги на ненужные вещи. Смысл какой? Если бы мы только знали, люди, которые садились в этот Титаник, если бы они только знали, что этот Титаник подонет, они бы не сели в него. Братья и сестры, мы же знаем, что Христос придет. Фарисеи же знали, что Христос придет, но они пропустили. Они были безразличны. Их состояние было безразличное. Брат и сестра, дорогая церковь, какое наше состояние сердца. Если твое и мое состояние безразличное, если ты не чувствуешь Господа и не имеешь личное взаимоотношение, как я подметил, что знание, оно ничего не дает, если у тебя нет личного взаимоотношения с тем, о ком ты или кого ты пытаешься узнать. Ты можешь иметь бакалавра, можешь иметь докторское образование, можешь иметь PHD, ты можешь иметь самое высокое образование, самых лучших семинарий, но если ты не имеешь личное взаимоотношение, ничего не поможет тебе и мне. Слово Господне говорит, что Он придет за нами. Я хотел бы подбодрить, чтобы мы не опускали руки, когда мы будем видеть разные такие большие сплески. В 2008 году, знаете, сколько людей покончило самоубийством? Миллионеров. Говорят, завтра будет черный день понедельника. Вы знаете, называется Black Friday Shopping. А знаете, откуда оно пришло? Когда экономический храк был. А завтра, говорят, наверное, будет понедельник, черный день. Что происходит сейчас? Многие люди в панике бегают, потому что деньги пропадают, уже не о чем платить, что думать. И ты думаешь, Господи, а если бы у нас не было тебя? И вот у тебя такая ситуация. Что бы ты сделал? Что бы человек сделал? Что бы я сделал? А Господь говорит, вы будете иметь разные проблемы, тревоги. Но знаете, я победил мир. Вы не от этого мира. Вы странники и пришельцы. Братья и сестры, я хотел бы ободрить, вот как история этого Джона, чтобы он напоминал, что он был готовый в кризис момент идти и говорить, плыть и говорить каждому о Христе. Готов ли ты и я идти к соседу, который завтра будет в панике и говорить о Господе, что Господь силен благовествовать Ему? Даже, может быть, ты будешь себе это говорить. Может быть, ты будешь в этой ситуации, где ты можешь не знать, как поступать, но будешь ли ты готов себе самому говорить, своему сердцу, что все будет хорошо, потому что Господь мой наблюдает надо мною. Готовы ли мы к приходу Господа Иисуса Христа, как Джон, который он ходил и говорил в тот кризис, как я сказал, моменты. Интересно, что Слово Господне, оно говорит, что Он нам, Иисус, дает обещание, что, если мы читаем Филиппинцем 10 глава, что придут тяжелые времена, но знайте, что у нас есть надежда вечного Иисуса Христа, который Он нам дает силу и сказал, что Я приду за вами. Искупление наше, и наша свобода, и наше, скажем, освобождение, оно близко, братья и сестры. Мужайтесь, не падайте в панику, вы будете слышать тяжелые новости, вы будете слушать тяжелые проблемы, но знайте, возведите свои очи на небо и говорите, Господь, Ты грядешь, Ты нам говорил. Для нас это не шок, для нас мы это знали, Слово Господне предупреждало. Мы мудрые, потому что мы изучаем и исследуем. Мы не будем безразличны, как фарисеи были, которые все знали, но не имели личного взаимоотношения с Господом. Сегодня тот день, день, чтобы ты и я имел личное взаимоотношение с Господом. Сейчас мы будем молиться, я хотел бы призвать каждого из нас, пересмотрите свои приоритеты в жизни, пересмотрите ваши планы на год, на пять, на десять лет. Я знаю, некоторые люди умеют так планировать. Пересмотрите, соответствуют ли они Господу. Слово Божьему, проверьте по книге Святого Писания. Оказываемся ли мы на неразумных фарисеев или на мудрых, которые ищут волю Господнюю, которые идут и поклоняются жизнью своею и ищут. Или, может быть, вообще попадаем в категорию ирода, который сугубо себя любит и заботится только о себе. И любая какая-нибудь тревога в его жизни, он созывает весь канцеляриум, чтобы решить свою проблему, но не прибежать к Господу. Давайте с каждой себя проверим. Не брата, может быть, не сестру, но каждый себя. Какое твое и мое сердце? В каком он положении? Чтобы мы, когда эта информация пришла, мы не были как ирод, который встревожился и заставил весь Иерусалим с ним встревожиться. Все бежали к его проблеме. Братья и сестры, но мы, люди, которые Господь говорит, а я вам говорил. Интересно, если читать Диане, там тоже говорит, написано, Петр говорит, для нас же было открыто через пророков. Для нас же это же не было секретом. Для наших отцов было сказано, пророкам было сказано, ну мы-то пропустили. Нам Господь говорит, братья и сестры, давайте не попадать в тех, которые не рассматривают и не видят. Эти все маленькие сигналы. Мой сын сегодня утром встал, говорит, пап, а что такое, ну, signs? Вот что такое знаки? И какие знаки Бог нам дает? А я ему начал говорить. Знаки – это различные сигналы, которые Бог говорит человечеству, что Он грядет за нами, за тобой и мною. Он грядет за своей невестой. И Он предупреждает невесту, я иду, вот что происходит на слове Словом Божьим. Чтобы невеста не боялась, чтобы невеста не пала в панику, забыла свою одежду, запачкалась и кричала. Но, чтобы она осмыла свою одежду, очистилась, стала, поднялась, и шла как что? С силой Господней. И когда будут на нас смотреть люди, которые в панике, они говорят, откуда ты черпаешь силу? А сила приходит от Слова Господнего. И когда мы пристанем при тронах, как мы пропели, чтобы мы пристали радостно при тронах, Господь, вот Ты мой, Ты мой Бог, я Тебя ждал. Склонимся и будем молиться, и проверим каждое свое сердце. Отец, мы благодарим